Ветераны – одна из наиболее активных категорий граждан нашего общества. С четкой жизненной позицией, с богатым опытом и мудростью люди. Они – основа носителей традиций и духовности. Об этом шла речь в ходе встречи ветеранского актива Керчи с гостями из Российской Федерации. С визитом в Керчь прибыли председатель Организации ветеранов Крыма Александр Скляров, руководитель Санкт-Петербургского союза пенсионеров России Борис Ивченко и председатель Ленинградского регионального отделения Союза пенсионеров России Надежда Шумейко. Говорили на собрании об официальных заявлениях, принятой декларации и обращении Совета ветеранов Крыма. Горячо восприняли керчане выступление Бориса Ивченко, который подчеркнул, что россияне свято чтут традиции и историю, как и жители нашего города-героя. Рассказал оппозиции петербуржцев, которые вышли на митинг в поддержку крымчан. Внимательно собравшиеся слушали Надежду Шумейко. Председатель правления, член Центрального правления Союза пенсионеров России, рассказала о том, что интересует ветеранов. О размере пенсионных выплат и индексации пенсии в России, о пенсионном возрасте и льготах обозначила, что ждет керчан в случае решения о вхождении Крыма в состав Российской Федерации. В ходе встречи звучали вопросы и ответы, обсуждения различных тем, интересующих ветеранов. По итогам совещания стороны обменялись подарками, а также была принята резолюция обращения Организации ветеранов Керчи к жителям города о поддержке решений Верховного Совета Крыма о вхождении полуострова на правах субъекта в состав Российской Федерации. Ветеранский актив города не скрывает своей решительности об участии в общекрымском референдуме. Российские гости признались, что почувствовали это, проехав по городам полуострова. Спасибо всем кремчанам. Они настолько собрались силой духа, они настолько уверены в своей правоте, в своей победе, они настолько хотят вернуться в Россию. И это очень радует. Молодцы. Мы просто поддерживаем их всех. Анализируя события и размышляя о будущем, мы все связываем его с ожиданиями. Надежда Шумейко уверяет, однозначно предвидеть события невозможно, но основания для надежды на лучшее есть. Мне очень хочется верить в то, что крымчане не разочаруются. Вот я говорю совершенно искренне. Потому что уж во всяком случае, при той ситуации, которая сегодня существует, при том законодательстве, которое существует, хуже не будет. Наш президент, мы уважаем его и ценим его за то, что он не испугался в этой ситуации, что он берет на себя, безусловно, очень трудную роль. Трудную. Он, по сути, в каком-то смысле вызывает огонь на себя. И это очень ценно для нас. И мы гордимся тем, что у нас есть такой президент, что у нас правительство такое, что у нас люди молодцы. Они верят ему. И мы уверены, что все будет хорошо. Хорошо.